Бескомпромиссная, безапелляционная, бессмертная Библия Программа Б Жизненный путь непрост На этой извилистой дороге нас окружают препятствия, стены, за которыми таится неизвестность Нас зовут соблазны и манит реклама Как преодолеть этот лабиринт без ошибок Как услышать призыв от Бога и идти верным путем Есть ли у нас выбор или уже все предрешено Всем здравствуйте, дорогие друзья, в прямом эфире программа Б Меня зовут Андрей, со мной Олег, который, как обычно, читает злобным голосом затравку Мы сегодня о призвании говорим Заправку читает Заправку Что-то злобным, энергичным, динамичным таким голосом читает Чтобы сразу у всех такой настрой был Что это будет динамичная программа Мы сегодня работаем в прямом эфире Специально для вас 8 800 333 17 06 Телефон прямого эфира Teos.fm можно присылать сообщение Мы здесь для вас сегодня, чтобы обсудить А для чего вы вообще Здесь Где бы вы ни были сейчас Зачем вы существуете? Если у вас ответ на этот вопрос Нашли вы его или еще в поисках, а может даже не задумывались Этот вопрос мы вам, собственно, и задаем А вы вообще Зачем вы? Призыв Призыв, да? Вот это вот такое слово сегодня у нас будет Но сейчас пацаны лет 18 могут расслабиться Мы не об этом призыве Да? Ребята, всем удачи Всем просто, да, сегодня Нет, это не та песня Это плохая песня Вообще сегодня Я сейчас этот микрофон отключу и все Не надо Итак, цитату, цитату сразу Призвание можно распознать и доказать только жертвой Которую приносит ученый или художник Своему покою и благосостоянию Лев Николаевич Толстой Человек знал, о чем говорил Итак, у нас сегодня в гостях Человек, который говорит все равно быстрее, чем мы говорим Даже когда будем это пытаться Алексей Романов, пастор церкви «Слово жизни» Всем привет, я думал, ты сейчас скажешь, что у нас в гостях сегодня Лев Николаевич Толстой А нет, нет Ты согласен с тем, что призвание и жертва связаны? Очень связаны Каждому приходится платить за то, что он делает туда, куда он идет Это очень такая Я даже не знаю, наверное Порой даже цена гораздо выше, чем мы можем себе представить Часто, когда я смотрю на людей, которые к чему-то идут И уже находятся на полпути или чуть ближе Я думаю, они никогда раньше не представляли, что столько придется платить Потому что если бы знали, какая цена Наверное, некоторые из них бы не пошли бы туда, куда идут У меня недавно совсем в гостях была актриса И она говорит, что шоу-бизнес – это лишь верхушка айсберга То, что мы видим А под ним огромный пласт работы Трудностей, стрессов, давления Которые никто не подозревает, кто смотрит телевизор просто Вот это, говорит, цена Мы хотим верхушка айсберга, но мы получим весь айсберг Если мы хотим туда попасть Да, я сейчас после эфира улетаю во Францию Бегу в воскресенье марафон И марафон – это как раз та самая верхушка айсберга Ты думаешь, что классно будет стоять Много людей будет хлопать Спортсмены, атмосфера, воздух, природа, красиво все Но эти три месяца до подготовки к марафону – это просто кошмар Эти тренировки, которые тебя никто не видит Ты пробегаешь по 20-30 километров Один, у тебя голова разрывается Зачем все это надо? И вот эти три месяца И потом четыре часа А вот реально, зачем это надо? Спорт затягивает Я даже не знаю, как сказать Когда человек пробегает один марафон Потом он уже не может, наверное, никогда остановиться Это затягивает, это интересно Ну, а смысл? Ну, это себе что-то доказать Людям доказать Какой-то благотворительный марафон Здесь ребята тоже участвуют Я бегаю разные марафоны, разные дистанции Но идея такая, что если Я хочу заниматься спортом Человек по своей природе, он ленивый Вот все люди, даже люди, которые смотришь Вроде бы казалось, откуда у него ленивый Он все равно ленивый То есть лень это то, что все время приходится сражаться И для того, чтобы мне заниматься спортом Я понял для себя, мне нужна цель Цель, я пробежал дважды московский марафон Третий раз это не является целью Думаю, цель должна быть какая-то выше Сейчас у меня есть цель пробежать 50 марафонов Во всем мире, 50 стран И тогда, если я хочу их пробежать То я должен готовиться И когда я бегу, это такой как Ну, приз, поощрительный для меня Это новые страны, путешествия Какое-то хобби И поэтому вот как-то так все связано То есть это чистой воды просто эгоизм То есть себе вот что-то такое доказать, да? Не-не-не, я хочу заниматься спортом Потому что я понимаю, что если спортом заниматься не буду Я выдохнусь раньше Вот такая история Ну, заниматься спортом То есть есть профессиональный спорт Который приносит деньги Который приносит славу Ну, в смысле возможности, да? То есть какая-то расширяется сфера влияния Вот, то есть а в данном случае Это вот все равно вот хобби Хобби, здоровье больше Знаешь, есть такая интересная история Вот с бобрами, например, да? Мы часто видим картину, когда бобры грызут деревья И мы думаем, им, наверное, прикольно деревья грызть Ну, боберы, дерево, то есть Но суть в чем? Почему они грызут деревья? Потому что если они грызть не будут Их зубы не будут стачиваться И их челюсти разорвутся Получается, ну, точно так же Если я спортом заниматься не буду Я потолстее буду толстый Короче, и умру раньше Такая история Печаль Начало у нас сегодня в эфире Жизнесберегающие технологии, друзья Все на марафон Приглашаем Сколько времени нужно вот человеку Сейчас, подожди Я о своем Давай-давай, конечно Да, я смотрю на свое живот И я понимаю, что, да То есть тут вот что-то личное сейчас Если кому-то неинтересно Можете пока на 5 минут выключиться Вот, а потом 8-800-333-1706 Позвонить, да, и спросить А что там было? А сколько времени вот за реально Человек, который не бегает вообще? Три месяца Три месяца, и можно бежать? И бежать в марафон? Бежать в марафон А сколько дистанции? 42 километра А, то есть он полноценный То есть три месяца хороших тренировок Подготовка, все планово Все в порядке, можно пробежать Ну три месяца, это учитывая, что есть работа Есть семья, есть дети И все равно три месяца Получается в неделю четыре тренировки Одна тренировка 25 минут Другая, 35 минут Третья, 25 минут И четвертая, она уже больше бывает 25, 35, 40 И потом она разгоняется до трех часов То есть получается не так много в неделю-то Да, это вообще как-то даже смешно Это даже не бобры Бобры-то постоянно должны это делать Да, то есть Я вот какой вопрос хотел задать Много очень слышал об этом Это такое расхожее мнение Не все с ним согласны Что каждый человек уникален Ты вот веришь в уникальность каждого человека? Есть, я думаю, что есть гений Мы все это признаем Да, вот мы процитировали Толстого Он, безусловно, был гением Таких людей не так много в истории Но я думаю, что многие люди могли бы пробраться Ну не вот к ступеньке гения Но пройти гораздо дальше, если бы работали над тем, что они есть Мы, у меня есть много друзей Мы часто это слышим Иногда я хочу как-то комплимент сделать Сказать, у тебя такой классный талант Дар, там все вот эти истории И они говорят, таланта ноль Или один, один Ноль, 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 один процент Все остальное работа И вот часто мы как бы списываем на талант Когда не понимаем, что люди делают Они на самом деле работают, работают, работают Поэтому я думаю, что если каждый старался бы лучше Был бы усидчивый, шел бы быстрее Не тратил бы время свое по пустякам Вот мы начали до эфира Говорили о том, что ты объясняешь детям о том, что Скоро будут они взрослые И уже не смогут вернуться назад Но они же тебя не слушают Они думают, ай, ты нам что-то там рассказываешь И вот здесь такая история Это, кстати, к вопросу о призвании человека Человек призван к тому, чтобы что-то делать К тому, чтобы становиться лучше, в чем-то расти А не просто просуществовать, как амеба Ну, уникальность – это особенность То есть мы же когда в свое время встречались с барышнями Мы же говорили, что ты особенная То есть ты уникальная У кого-то хорошо, если там сразу так получилось У кого-то было больше Ну, необыкновенная – это уже из другой оперы То есть вот эта вот уникальность Это же цепляет всегда очень сильно Потому что каждый хочет быть уникальным А я думаю, что в принципе, наверное, если мы смотрим Вот как бы с глобальной точки зрения Каждый человек уникальный Нет двух одинаковых людей Ну, или там бывают похожие Но каждый человек, он в какой-то мере-то и является индивидуальным И вот ему нужно раскопать, раскрыть свой талант Что он может делать То есть к чему он призван Какое у него призвание в жизни Чем он должен заниматься И чем быстрее он раскопает Тем быстрее он будет быстрее и эффективнее идти к своей цели Потому что часто мы так говорим Вот человек там спит долго Что-то он без энтузиазма что-то делает Он просто не понял, что он должен делать Может, у него призвание спать Отдыхать Да А потом про него роман напишут Николай Лоский, российский философ, говорил Смотри, в тему про уникальность Назначение каждой особи в мировом целом вполне своеобразно Никакой другой особью невыполнимо и незаменимо То есть каждый человек Он встраивается в мировое общество И выполняет какую-то уникальную функцию Наверное, это какая-то идеальная система Или схема Потому что мы видим, что большинство людей Вот они как бы Или много людей, которые вот они ходят и мучаются А что я должен делать Да, то есть А что я, вот куда я То есть Или вот, например, да Сейчас Они ИГ сейчас дают, да И завтра они будут, по сути, нести документы в какие-то вузы И вот большая часть людей понесет в какие-то вузы Чтобы где-то к чему-то учиться Вообще не понимать для чего И закончив вуз, они будут думать Так, а что я должен делать А вот теперь они пойдут второй выше получать Потому что до них где-то доперл Вот, да Да У меня дочке три с половиной Она часто приходит и говорит Пап, придумай мне занятие Пап, мне скучно Я говорю, у тебя полная комната игрушек Займись чем Порисуй Порисуй Я ничего не хочу Я ничего не хочу Придумай мне занятие И вот это состояние Оно часто накрывает нас и во взрослом возрасте Когда у нас Общество потребления, общество изобилия Оно и приводит к этому То есть Если бы у нее, как у нас Было бы там Две куклы И один плюшевый движок У меня одна машинка была Да Вот одна машинка Вот тогда бы мозги бы и заработали уже Да То есть Чтобы мне такое изобрести Как бы мне это сделать Я вон танчики из дерева пилил Гвоздь вбивал У меня дуло было И потом И фломастером рисовал колесики Я тоже это делал Я не думал, что все настолько плохо было Вот Кроме приходилось Алексею Да, то есть Фломастеров не было Поэтому надкусывал палец Не будем развивать эту страшную картину Ну фонталь Все-таки есть, да Одна машинка, она помогает То есть Помогите своим детям сегодня Заберите у них половину Да Есть такая терапия Когда у детей Отбирают игрушки Да И отдают куда-нибудь в детский дом А или это Притча про Купи козу Знаешь Приходит женщина К Равину И говорит Учитель Мне очень плохо жить У меня очень тесная квартира Мне очень неприятно А он говорит Хорошо, купи козу Она говорит А какая разница Что это изменит Ну купи, увидишь Она купила козу Эта коза стала Жевать ее занавески Стала гадить ее в доме Стала все ей портить Она говорит Рави, еще хуже все стало Коза замучила меня Она говорит Хорошо, а теперь продай козу Она продала козу Как хорошо, Рави Так у меня дома свободно Никто не жует занавески И денег прибавилось Вот поэтому Иногда в жизни нужно купить козу Чтобы что-то понять Присоединяйтесь к нашей беседе Армен Вот он зашел Привет тебе Самый лучший из армян Всем здрасте Здрасте В списке всех манипуляторов Всех Кто хочет другого человека На что-либо раскрутить Но при всем при этом Мы понимаем Что Я вот здесь сейчас Сотрудничал С одной организацией С технической То есть там Был такой аспект Они занимаются Разным спасением В том числе людей То есть Можно ли заходить В загазованные помещения При определенной концентрации Один говорит Полевой такой сотрудник Он говорит Да без проблем вообще Он говорит Ну а если взрыв Ну и что Допустимые потери Кому-то ж надо это делать Да А которые такие Крючкотворы Да Они говорят Нет Вот если такая концентрация То все уже не заходим Вот И вспоминаются все истории Про ту же самую Нашу великую победу Которую периодически Кто-то хочет повторить Да Но нормальный человек Естественно На это не пойдет То же понятие Что героев Советского Союза Их было не так уж и много И людей Которым давали ордена А были Десятки Сотни Тысяч Людей Которые просто шли Укладывались под пулеметы И лежали там Для того Чтобы кто-то один Мог по ним потом подняться И что-то сделать И в жизни точно так же То есть Есть на работе Такие ситуации Когда трудится весь коллектив Все уникальные Да Ну тут используя Вашу терминологию Все особенные Такие А потом кто-то один Просто поднимается Над всем этим То есть Вот в чем здесь Тогда уникальность Я часто думаю об этом Сам на самом деле Да Меня когда спрашивают А знаешь ли ты точно К чему ты призван Я вот до конца не понимаю То есть Мне больше всего нравится И больше всего Я получаю удовольствие Когда я кому-то Помогаю что-то делать Для меня вот Ну я часто отвечаю людям Они говорят Я не знаю что делать Я говорю начни кому-то помогать То есть Будь рядом с тем Кто знает что надо делать Потому что Ну вот как правильно Вы сказали Что не все должны быть Вот Но если все будут На этом пьедестале Кто будет пьедестал ставить Да То есть Как это все будет происходить Поэтому для меня Лично Мне нравится помогать Я люблю быть рядом с кем-то Участвовать в каком-то Большом процессе И мне нравится все делать командой И победа достается Не одному человеку А достается команде Вот сейчас был футбол Да Вот выиграл Эта команда Как они называются Кто выиграл С футболом Да Я даже не хочу их называть Потому что там команда Одного игрока То есть стоит этот парень Гордый на весь стадион И вот смотрите На меня какой я классный Мне это вообще не нравится Мне нравится как победила Сборная Германии Несколько лет назад На чемпионате мира У них была трансляция Так они говорили У этой команды есть один игрок У этой команды Есть другой игрок А у нас есть команда И мне это очень нравится Нравится именно такая игра Поэтому я вот так люблю Когда так действует Армен присоединился Давайте ему вопрос зададим Давайте Как ты думаешь Откуда взялась идея О том что у каждого человека Есть свое призвание И похоже ли это призвание На судьбу То есть как единственный верный путь Или же есть разные варианты Просто действуешь Исходя из ситуации Обстоятельств И так и так будет правильно И так и сяк Или же судьба Это как вот Единая дорога Ее надо понять и пройти Ну я думаю Что у каждого Есть предназначение Так или иначе Но я думаю Что каждый может К нему по-разному подойти Есть люди Которые должны делать одно Но есть люди Которые могут делать Много чего одновременно И здесь я думаю Нельзя ограничить И говорить Что человек должен заниматься Вот только вот одним чем Ну если Тебе ближе мысли Что у человека Одно предназначение То есть он вот должен Стать президентом Или же этот человек Может стать и президентом И это будет правильно А может он стать Актером малого театра А может он быть дворником И там и там и там Он все равно будет полезен Тем кто вокруг него Ближним И будет исполнять Своё предназначение Ну в нашей стране Человек может быть И президентом И премьером Это правда Сейчас не про четвёртый срок Мы не об этом сейчас Забыли Всё вырезали Армен же про Армению говорит Я про нашу страну говорю Да Ну видите как Что я думаю Что как говорят Успешный человек Успешен во всём Но я не думаю Что человек должен Вот заниматься всем Я думаю Что есть что-то Где он определённо лучше В чём-то Вот И здесь он может найти это Но как найти Вот здесь по-разному Тоже бывает Ну то есть Как говорит Алексей Наверное не надо сидеть И думать Где же вот это оно моё Надо чего-то делать Легче когда ты что-то делаешь И понимаешь Что вот это моё Ну вот вы по профессии кто? Я пастор По специальности Нет по специальности Институт какой? Бакалавра пасторского служения А то есть это вот сразу Да То есть оно там вот С юности Нет не с юности Было много-много-много всего И вот буквально На прошлой неделе Я защитил диплом То есть учиться никогда не поздно Никогда вообще Хорошо Ну по первому образованию Это первое Первое высшее А то есть так дальше Было куча разных курсов Прочих всяких разных Хорошо Армен У меня такая же история Было разные курсы Повышения квалификации В разных сферах Но в основном Я вот учился тоже в богословии Ну вот как-то так Мне вот очень нравится Знаешь какая мысль допустим Да вот мать Тереза Её все знают Да мировой такой вот лидер Она в своих дневниках пишет Что я до конца не понимаю А тем ли я занимаюсь То есть вот нам как бы Со стороны понятно Она точно делает то Что должна делать Ну то есть спросить Правильно ли она делает Точно правильно Но она говорит Я не знаю Должна ли я это делать Вот мне кажется Человек всегда находится В этой доле сомнения А тем ли я занимаюсь То ли я делаю Но вот где-то вы обронили мысль Очень интересное Что если ты полезный Значит наверное точно неплохо Ну то есть да Вот мне кажется здесь как-то Ну не знаю У меня есть знакомый Наш общий знакомый Михаил Лансман Мы с ним как-то спорили И говорили Я ему говорю о том Что у человека может быть призвание Быть дворником Может быть Ну может быть А он говорит Нет человек должен призвать быть К чему-то большему Это скорее всего Лишь один из этапов Марго Тетчер цитировал Наверное он Ну потому что он еврей Он так думает Нет Давайте не будем с национализмом Но я имею в виду Что здесь я глубоко уверен Что может быть призвание И дворника Какого угодно Ну то есть Все дело в том Как ты все это делаешь Вот чем бы я не занимался Я же сейчас пастор Но я же не всегда был пастором Я много делал разных вещей Чем я только не занимался Я наверное делал все Что только возможно было делать И всегда у меня был такой принцип Я хочу делать хорошо то что я делаю И вот если ты делаешь хорошо то что ты делаешь Мне кажется это как раз таки Открывает какую-то новую дверь Для твоих возможностей Призваний и всего-всего по чему Да но это такая дорога в никуда То есть у нас такое удачное время Да то есть сегодняшний ЕГЭ Который дети сдают Вот Я имею в виду что Нужно тогда в жизни попробовать буквально все Чтобы понять Все испытывайте Хорошего держитесь Ну да Но все наверное это не получится попробовать Потому что человек где-то рождается Вокруг него есть какое-то окружение То есть у него есть какая-то начальная дорога И вот эта дорога как-то идет У меня есть знакомый товарищ Он достаточно богатый человек Он говорит Я боюсь в том чтобы не испортить своих детей Потому что я могу им дать все что они хотят И это то самое что затупит их в том Чтобы искать кто они и что они должны делать И вот он в такой как бы развилке находится То есть он в принципе может им все дать Но это их погубит И поэтому они должны сами копать Раскапывать Естественно У нас есть первый телефонный звонок Напомню То есть сегодня вопрос к нашим слушателям Знаете ли вы к чему вы призваны И если вдруг у вас есть ответ Как это узнать То тогда конечно же мы будем этот ответ С вас вытаскивать клещами Потому что именно этим мы сегодня и занимаемся Итак здравствуйте Вы в прямом эфире Как вас зовут? Здравствуйте Это Дмитрий Да я вот постараюсь ответить И тоже меня вот заинтересовало вас рассудение Что каждый человек Ну внутри человечества делает что-то Да вот я лично считаю Что вот в апокалипсии Послание к семи церквям Асии Это порочство обо всем человечестве В последние времена Когда всем было проповедано И соответственно в этих церквях Можно узнать конфессии И культуры человечества От образных там Николаитов Язавели Там уже иудеев Силы которые противодействуют Добрым и рождают Антихриста И соответственно вот если правильно Это все распределить То это получится миссия Иоанна Богослова Который измеряет храм В один силу и откровение всего человечества Исключая внешний двор Дмитрий А ближе к реальной жизни К реальности то вот К тем кто не читал всего этого И кто всем этим не обладает По поводу призвания Каждый призван И как его найти Вот правильно Он поэтому и пишет Разным церквям Тем кто всем этим не обладает Это церковь ладите Которая только стучится в дверь Да И которая считает Что она по миру всему богата И все знает А другие же как вы И которые читали слово Он говорит по другому Словами и писания А у вас какое образование Дмитрий? У меня? Да Ну я занимался и математикой В России А потом у меня Высшее образование во Франции Там демография, социология Ну вот здорово Скажите пожалуйста Вот вопрос сейчас вот к тем Мы сейчас немножечко краем так зацепили Во сколько лет можно понять свое призвание? То есть можно ли это сделать там В 17-18 выбирая себе вуз? Да? Или это нужно уже ближе к 40 Когда ты все в жизни попробовал? Ну как бы у нас есть Ну призвание есть в разных смыслах Это опять же только краешек смысла То что вы говорите Вообще есть призвание в смысле Притча о работниках винограда Там того или иного часа И как бы никогда не поздно Но с другой стороны Есть такое толкование Что горе вам бегущим зимой Что если человек сознательно Не отвлекался на призвание То уже просто так чисто формально Он не может отвлекнуться В самом конце жизни Окей, хорошо Спасибо большое за ваш комментарий Вот Американский поэт Ральф Эмерсон Говорил Каждый человек имеет свое призвание Талант это знать его Мне кажется Вот допустим Если мы говорим про возраст Когда откликается само Когда ты понимаешь Что нужно делать Допустим Мы видим разных людей Мы видим Уильям Уилл Билфорса Английский реформатор Который в юном возрасте Понял, что он должен бороться Против рабства И мы видим с вами Лестера Самрала Который в конце жизни Понимает, что должен кормить Голодных людей То есть я думаю Что здесь Наверное возраст Я вообще интересно Я смотрю на меня 37 лет Я смотрю на людей Которым по 60 лет У них какое-то Второе или третье Дыхание открывается Они как будто всю жизнь Готовились к тому Чтобы что-то сейчас сделать Поэтому я думаю Что в разном возрасте В разных моментах нашей жизни Открываются какие-то новые окна Или новые двери То есть я раньше бы не мог делать То, что делаю сегодня Да, ну вот Как-то так Но это к вопросу Который задал Андрей Армена Что призвание Это судьба Или это просто Периодически открывающиеся Окна возможностей Я думаю, что судьба Она как бы такой Знаете, вот больше Как волшебный момент Когда люди говорят Ну все решено за нас Ну то есть Кому вот Надо там Путь един Мы никуда не денемся Мы пройдем так или иначе Вот есть такое мнение Да, то есть я думаю Что у всех Мы как бы вправе Ваять свою судьбу Ну то есть Что ты должен делать Допустим Я никогда не думал Что буду бегать Вот мы про бег заговорили Я во время В школьной физкультуры Заходил домой Потому что я жил по пути Когда все шли бегать И выходил Когда они возвращались обратно Ну то есть Вот как бы я никогда Но вот смотрите Я могу бегать То есть я могу бежать Марафоны Причем я не просто бегу Я несу их с посланием То есть на каждом марафоне Я пишу на свою надпись На своей майке И несу какое-то послание То есть чтобы люди читали Потому что что Четыре часа бежать Это знаменитый финал Когда бразильцы выиграли Да В каком это было Нет-нет Мировой чемпионат Когда они потом в конце встали Задрали майки Там Иисус любит вас И так далее То есть Я привожу Иисусу Христу Да Так же Да-да Примерно так же То есть я как бы То есть еще и цель есть То есть и бегу И вот все это такое Кажется вот именно Этот матч мы смотрели Всей церкви Дома у пастора И когда они задрали футболки Я понял Что я должен сегодня креститься И мы после матча Пошли креститься И я крестился Да Вот это надо было Бразильцам что-то такое Сделать на чемпионате мира Через год они приедутся Надо им рассказать эту историю Что они так повлияли Да Но есть такая история Замечательная Нам рассказывает Наш пастор Мацула Про женщину Которая родила Несколько детей И она решила Просто похудеть И пошла На стадион Чтобы просто побегать И Когда она начала бежать Она очень сильно Обратила внимание на себя И тогда Когда спросили Ты где тренируешься Где готовишься И она сказала Я еще первый раз бегаю Просто решила похудеть В итоге Ее замерили Дистанцию Насколько она быстро бегает И оказалось Что она бежит быстрее всех Там Кто бегает Но она просто вышла похудеть Она даже не знала Что она так быстро умеет бегать В итоге Она представляла Свою страну На Мировых чемпионатах И стала победительницей Олег У тебя есть все шансы Поэтому мы никогда не знаем Так не надо Сейчас на мой вес Опять намекать Это только мне Можно Итак Идем дальше Цитата Крутого парня Роберта Де Ниро Кто не рискует Тот не узнает Своего призвания Согласен полностью Надо пробовать Ты никогда не знаешь На что ты способен Пока ты не начнешь Что-то делать Поэтому я думаю Здесь Ну опять же Все в пределах разумного Допустим Что не надо То есть я Прежде чем какие-то вещи Предпринимать в своей жизни С кем-то посоветуюсь Поговорю Потому что Так можно Например Если взять статус за абсолют То можно прийти вообще не в ту сторону Или как бы сделать то Что повредит тебе Поэтому я думаю Пробовать надо много разных вещей Что ты можешь Что ты хочешь Что тебе нравится И тогда ты в этом можешь раскрыться Другая сторона Ты можешь знать о своем призвании Но у тебя не хватает решимости Что-то начать делать Как взять себя в руки и действовать Вспоминаем Иону В другую сторону побежал вообще Опять все пробег Ну он там плавал еще У него там было двоеборье Я могу добавить Что человек Это индивидуальный Невозможно сказать Ко всем людям Одно и то же Вот вы должны делать так И все Каждому человеку Нужно найти индивидуальный подход Что ли Есть люди Которые сразу знают Что вот в этом мое призвание Есть люди Которые Как говорили Боятся чего-то делать Хоть один есть такой Кто реально сразу знает Да Опять же Мой пастор Пастор Моцоло Он говорит Что я в 10 лет знал Что я буду проповедовать Вот как-то Вот он сам И первый раз По-моему Начал вот так Он закончил библейские курсы 30 лет ему было И он так потихоньку шел Шел И вот до сих пор В 10 лет знал Что будет проповедовать А курсы только в 30 закончил Потому что он до этого Еще учился в других университетах В 30 лет он учился В нескольких разных вузах Его отец думал Что он будет вечным студентом Но что-то вот Нестыковка есть Да Все равно 20 лет Как-то так Не-не Он занимался церковными делами Участвовал в церковных Всехслужениях Да-да Не все понятно Уникальный в принципе Но имею в виду Что он знал От самого начала Ну то есть Можно сказать Ну это редкость Потому что большинство Из нас в 10 лет Ну не в 10 Ну пораньше В 18 сейчас Мы думали Что будем космонавтами Где мы? Мы не космонавты совсем Нет Ну вот есть такие люди Которые знают А есть люди Которые не знают И знаете что Бывает тоже Что человек боится чего-то Но вот это и есть его призвание Вот Он начинает это делать Страшно Но потом он понимает Что это то Что мне нравится И он опять же Вспоминаем Это было его призвание Я слышал его Там мутная история Там жесткая вообще вещь Но я думаю Что вот когда мы говорим О решимости Это всем Ну то есть Это не то что Знаете Я разговаривал Допустим У нас девушка Одна из знакомых Ее папа пробежал 25 бостонских марафонов И вот я с ней стою Разговариваю Как я готовлюсь к марафону Как все эти моменты Она говорит Вот ты рассказываешь То же самое Что рассказывает мой отец Получается Профессиональный спортсмен Сталкивается с тем же Самым С чем я сталкиваюсь То есть страшно всем Ну то есть Нет такого Что вот кому-то не страшно Да вот мы были в Индии Там были в миссионерской поездке 40 градусов жара Я подхожу к индийцам Говорю А вам жарко? Они говорят Жарко А нам так кажется Что они привыкли уже Ну то есть Мы в Сибирь приезжаем Людям там же Им же тоже холодно Ну в смысле Не так что они там Ну в Сибиряки Как бы им там Минус 40 Им классно Ну считается Что они привычные Уже им нормально Я из Сибири Камам Как тебе нормально там было? Нормально Ну как бы Ну как все Ну холодно Ну холодно Ты просто привыкаешь Ну холодно И вот состояние привыкаешь Когда ты привыкаешь Все время Какие-то решимости Допустим Привыкнуть к тому Чтобы принимать решение Или как действовать Дисциплина Потому что Кто-то сказал По-моему Если ты принял какое-то решение Но на протяжении 72 часов Не отреагировал То шансов начать заниматься Этим делом уже нет А То есть вот Мне нравится А как же Мнение что решение Должно вылежаться Я имею в виду Вот есть разные Допустим Когда мы допустим Говорим там Про усыновление Например Большая тема такая Вот ее вот То есть надо пожить Полгода ждать Школу родителей То есть есть процесс Как бы да То есть надо разговаривать Общаться Делать разные-разные-разные вещи То есть нельзя вот так Быстро все сделать Но вот момент Когда ты начинаешь Ну грубо говоря Чтобы ты не решил делать Допустим Я не знаю Пойти учиться Но начни вот 72 часа Начни хотя бы что-то изучать Зайти хотя бы на веб-сайт Этого университета Почитай что там находится Да Хотя бы Сделай первые шаги Иначе просто забудется Это куда-то на полочку Отложишь И все И до свидания Да А можно же без призвания Это прожить Жизнь Да наверное Живут же люди Да Живут Есть люди которые Даже об этом не думают Просто живут Ну вот тут вот кстати Да На ваш взгляд А сколько процентов Людей думают о том Что вот у них есть призвание Им нужно Вот как-то его выяснить Я вот Опять же видите Допустим наша страна Да там 140 миллионов Несколько раз я ездил в Индию Там их Ну миллиард с чем-то Да И наверное Больше половины А то и больше Они вообще не знают Что можно жить как-то лучше Или по-другому То есть их устраивает Все вот как у них есть И я думаю Что вот То есть не каждый Должен быть вот Ну или это Какая-то идеальная идея Что каждый должен родиться И прям с первых дней Он должен думать О призвании Куда-то ему идти Что-то делать Есть люди которые Просто живут И наверное Они вот для них Вот простое человеческое счастье Там дом Семья Там дети Я не знаю Там близкие То есть они не уникальные Они просто вот стадо Ну в этом же тоже Нет В этом же тоже уникальность Допустим Вот с годами И начинаешь больше понимать В чем смысл Или в чем идея Допустим Для меня сегодня Я вчера написал в инстаграм Что для меня самое лучшее Что я бы мог делать Это быть отцом Для своих детей Вот я как бы Много разных сфер Выполняю Но вот лучше Чем быть отцом с детьми Вот качать их на качелях Пойти купить им мороженое Сделать какие-то разные вещи Для меня вот это Вот наверное Самое главное Что я мог бы делать То есть Мы говорим о призвании Да вот Да Но чтобы мороженое купить Уж нужно на что-то купить Ну да Но это не так дорого Слава богу В любом случае То есть кроме мороженого Еще айфоны есть Кто-то же сказал Что мы идем на работу Чтобы заработать деньги Чтобы отдыхать Отдыхаем Чтобы пойти снова работать Да Покупаем Чтобы снова работать Да Чтобы снова купить Тестная мужская компания Поэтому спасибо Опять же Еве За то что мы Вынуждены вот работать Опять Ева да Вообще Ну по любому Слушай Ну как Это жена Которую Ну естественно Да В принципе да Можно самого бога обвинить Он так изначально Все таки задумал Да То есть ты же мне ее дал Вот это я к тому Что вот мы рассуждаем О призвании И вот здесь вот оно все таки Связано и с профессией В том числе Потому что на работе Люди проводят Большую часть времени Иначе мы скатываемся Просто в какой-то идеализм Да И какие-то розовые сопли Когда мы говорим Что вот как здорово Проводить время вот здесь Вот да Или там чувствовать Какой-то момент Для того чтобы Тебе бежать Марафон парижский Да То есть для этого Тебе нужно на него заработать Абсолютно И отпахать Приличное количество времени Потратить да И пролить немало пота Вот и может быть даже Какой-то виртуальной крови Вот А так можно рассуждать О призвании Мне нравится такая идея Что как я думаю всегда Как должно происходить Допустим Вот ты вот Не знаю там В 15-20 лет понял Вот я хочу это делать Но сейчас возможности Это делать нету Тогда есть возможность Заработать на это Чтобы начать этим заниматься Есть люди которые копят Да есть люди которые К чему-то готовятся Ну допустим Для меня сегодня Я так думаю Размышляю себе Вот если бы я сегодня Не был тем Кем-то кто есть Вот что бы я начал делать Вот я сегодня 37 лет Я остался без работы Я не знаю что мне дальше делать Имея опыт Имея понимание Первое что бы сделал Я пошел бы Нашел бы самую доступную работу И начал бы в ней продвигаться Я знаю как продвигаться Я знаю как прийти раньше Уйти позже Как хорошо выполнять свою работу Проявлять инициативу Я думаю что вот в этом Как бы является смысл Потому что кем я хочу стать Я хочу залезть на последний этаж Но для того чтобы залезть на последний этаж Я должен быть сначала Откуда-то начать И вот часто люди Они как бы думают Я сразу хочу туда попасть И избегают этот момент И вот момент как я заработал Как я что-то сделал Для того чтобы попасть сюда Это маленько другой момент То есть он может быть Никак не связан с этим Допустим Мы часто встречаем Или я не знаю Там вот Андрей Мы с музыкой Иногда встречаешь Рок музыкантов Вот рокеры А играют по псу Спрашивают Почему играть по псу Они говорят Мы играем по псу Для того чтобы заработать себе на рок Вот как-то так Мы играем каверы Для того чтобы Мы могли играть Ту музыку Которая нам на самом деле нравится Есть такое мнение Это возвращает нас Это возвращает нас к цитате Льва Николаевича Который говорил Проценно Призвание можно распознать И доказать только жертвы Которую приносит ученый Или художник Своему покою И благосостоянию А вот сейчас мы говорим Про этот долгий путь И мы еще дойдем до нашей рубрики Дежавю Но сейчас вспоминается Молитва об Оуэне Мине Это Джон Ирвинг Не считали? Советую То есть назвали это Роман Евангелия В том числе Вот Там описана история Одного У Ирвинга в принципе Романы все очень интересные Вот Там история парня Который делал что-то Шел к своему Вот к какому-то финалу То есть на протяжении всей книги Он учился Он там тренировался В частности бросок Он отрабатывал баскетбольный бросок Чтобы сделать это там за 3 секунды Да я спойлер сразу Но тем не менее Вот Непонятно почему Он отрабатывал со своим другом И плюс он еще был маленький Он все время тоже переживал Что он маленький Щуплый и так далее И в конце Как бы в финале Появляется такая ситуация Где все его качества Физические И вот эта вот дурацкая привычка Отработанная Там наработанная То есть она приводит к тому Что он спасает несколько жизней То есть вот так вот Вся жизнь к тому Что вдруг вот Раз пазл сложился И ты думаешь А для чего все это было Все это было Все это было И ты понимаешь Опаньки Вот оно для чего Все это было Цитаты от человека С противоречивыми взглядами У меня для вас есть Лизлана Сурганова Российский музыкант Моя миссия Это то чем я занимаюсь Если я до сих пор Это делаю И у меня успешно Что-то получается Значит я на правильном пути Ведь счастливый человек Это тот Который разгадал Задумку Бога Войнот Спорно Почему? Ну начиная с самой личности Да То есть Ну в принципе здесь Как бы И у таких людей Могут быть светлые мысли Конечно Заканчивая Если я делал У меня успешно получается Значит я на правильном пути Совсем не обязательно Если у грабителя Успешно получается грабить Совсем не обязательно Он на правильном пути Я молодец Я хорош в этом Да То есть Здесь надо смотреть Наверное в комплексе Опять же То есть да Все вот весь процесс Кто-то сказал Другую цитату Что лучше Хороший это враг Всему самому лучшему Поэтому иногда К тому что мы должны делать Тормозить на что-то по пути Ну допустим Да Вот есть что-то хорошее То есть мы получаем Какие-то вещи для себя Ну вот работа Которую Ну мы как Люди размышляют Зона комфорта Да допустим Человек устроился Вот у него все хорошо Я например Не люблю зону комфорта То есть когда у меня Все хорошо получается Когда я все понимаю Мне неинтересно становится Мы проводим конференции И конференции Последние несколько лет Растут от 2000 Вот в этом году Мы где-то ориентируемся Так зал на 7000 человек То есть организовывать Конференцию на 2000 Мне вообще неинтересно Ну то есть я даже Этим заниматься не буду Потому что я все понимаю Все это ясно И сказать что вот Я мог бы это делать постоянно Неинтересно для меня Я хочу расти Хочу что-то новое Хочу какие-то переживания Я хочу какие-то стрессы То есть ну вот Поэтому здесь наверное Некоторым людям это хорошо Они вот успокаиваются Ну про музыканта Наверное ей что Все в порядке У нее там Она так играет Оркестры и сургановые Они вместе играют Все здорово Да у нас есть телефонный звоночек Да то есть напомню Что мы говорим о призвании Спрашиваем у наших слушателей У всех Во-первых запомнить номер телефона 8 800 333 1706 Бесплатный Вау Бесплатный номер Вот Во-вторых позвоните Сказать Как они со своим призванием В жизни разобрались Разобрались Здравствуйте Спасибо что вы подождали на линии Как вас зовут Вы в прямом эфире Здравствуйте Это Владимир Добрый день Я хочу рассказать про себя Только кратко А за всех не буду Значит У меня где-то лет 10 Да так же где-то лет 10 Да Я условности буду говорить Конкретно профессии не буду Да не надо Вот у меня конкретно Было две профессии на уме Да Очень хотел Значит по жизни Когда рос Я неправильным путем пошел Понимаете Не то что у меня в детстве Был Это от бога От бога-то и было В общем-то говоря Я в одну профессию Во вторую В третью В четвертую Все плохо Плохо увольнялся Потом в конце концов Понял Вернулся Закончил учебное заведение С отличием Причем Да Диплом Второй Значит Так Восемнадцать лет Отработал По своей профессии Которую я в детстве Понимаете Да Был Ну счастлив Профессии Да Я так понял Что вот это вот Десять лет Которые И нужно было мне идти Как раз А я неправильным путем Пошел Да Ну а тут пошла Перестройка Значит это Уволили Троливали Да Ну я сейчас на проценты Хорошо Спасибо большое Владимир Да За вашу историю А вот эти десять лет Кстати может они нужны Для того чтобы Что-то осознать Что-то понять Это часть пути К своему призванию Может ли такое быть Армен может быть Наверное Вот мы где-то начали Такую историю Интересно Был такой Есть такой Армянский спортсмен Герой Который Шаваш Крапетян Да То есть пловец Который проходил Или проезжал на трава И видел как Что-то там тонет Он просто на пробежке Кстати был Троллейбус да Свалился И там было холодно Он попал в озеро Я думаю Так надо размышлять То есть мы Ну вот если мы хотим Наверное так Если человек до конца Понял все Что он должен делать Наверное Тогда что-то не в порядке Почему потому что Ну вот Бога понять Да вот мы говорим Да допустим Человек говорит Я вот понял Бога Да Это же страшно Это мне кажется Психические заболевания Да И вот до конца понять Что ты можешь делать Почему потому что Ну то есть Столько возможностей у человека Есть да Мы там Ну есть куча исследований Которые говорят о том Что мы даже наверное 80% своего мозга Не используем Да или там много разных вещей Поэтому до конца понять Что ты должен делать Но я думаю Есть какие-то базовые вещи Которые вот должны быть В каждом человеке Да Человек стремится к семье Да Семья это наверное Институт семьи Вот да Мать Тереза хорошо сказала Что вы можете делать Для всего мира Не все Кто-то считает Что ему хорошо одному Хотя Семья опять же Гомосексуальная семья Ну вот Тоже семья Да Ну я вот больше Про вот как бы Про нормальную Про традиционную семью Да Она сказала Что вы можете сделать Для всего мира Это пойдите домой И любите свою семью И вот мне это нравится Потому что Ну то есть Все возвращается туда Ну то есть Как бы мы хотим Сначала там То-то-то-то-то Ну как вот с ребенком Да допустим Он из садика хочет в школу Со школы хочет в институт А с института снова хочет куда? В садик Там хорошо Там спать можно днем Ой я так люблю днем спать Не знаю Это все вот Мы вертимся вокруг одного Да То есть во-первых Как свое призвание найти Почему-то это загадка Почему-то вот Как Сурганов говорит Отгадать загадку Да Почему же мы Почему это загадка А сколько людей у нас Имеет в стране Второе высшее образование Так вот Сейчас у кого компьютер Под рукой Посмотрите пожалуйста По статистике Второе высшее образование Сколько человек имеет И позвоните нам 8800-333-1706 Вот такой маленький вопрос Ответьте пожалуйста Вот Поэтому и загадка Загадка допустим Прича с талантами Которую мы Цитируем Часто говорим То есть он дал им таланты И ушел И дальше нет инструкции Ну то есть Вот если бы каждый человек Рождался А с ним вместе Раз такая вот Инструкция Ты должен пойти туда Тотучиться там Заниматься тем И ты будешь эффективен Максимально Ну замечательно было бы Всем было бы проще Сейчас же есть такие инструкции Куча тренингов проходит Там там Все раскрывают Понимают 7 ступенек И 8 ключей 10 шагов Очень много инструкции 10 лучше чем 12 Хотя чаще 12 Опять же индивидуально Для кого-то эти шаги работают Для кого-то нет Ну вот Так вот и возникает вопрос А стоит ли это призвание искать Стоит ли Да Стоит Я думаю абсолютно стоит Почему потому что Ну это как смысл жизни Ну то есть человек он Должен к чему-то стремиться Ну то есть есть вот люди Которые как мы говорим Вот им хорошо на диване Да Тут они спят Хорошо ли им Они же все равно в глубине души Понимают что что-то у них не так А вот мы сейчас возьмем Да Добрую половину России Которые живут вот у себя Где-то там За МКАДом Да Я за МКАДом живу Что-то не такиваешь Ладно Камон Вот И возьмем их сюда Сейчас привезем в Москву И мы поставим их в центр Какой-то деятельности Вот в какой-то движухе Да Неважно там в бизнесе Да Или может быть там Внутри вот вашей церковной движухи Не-не-не сейчас еще не об этом Да И они поймут Вау Какие люди здесь классные Да Они сходят на бизнес-завтраки С какими-то звездами Да То есть они поучаствуют У них там возьмут интервью Да То есть сюда Они придут на радио У нас что-то поучаствует Все вот это вот такое И они видят Как это можно Как это здорово А потом мы их назад туда Вот К себе Один светофор на весь город Они не смогут там жить Вот я про это То есть А надо ли человеку задумываться О чем-то высоком Почему Потому что он потом Проклянет вас Вот я участвовал В нескольких Корпоративных проектах И есть Не меньше Человек Двадцати Тридцати Которые мне потом Это высказывали Ну не мне лично Потому что не я это организовал Это большие бизнесы были Вот Я потерял покой Да Зачем вы мне это сказали Зачем вы мне показали Что может быть лучше Ну Я думаю здесь Наверное Как сказать правильно Вот Москва например Да мне вот очень нравится Есть много людей Которым Москва не нравится И они это смело говорят Мне не нравится Москва Это же классно Потому что они все Призваны жить в Москве Москва это город Где ты должен Ну или как Люди реализовывают свою мечту Там и все-все прочее Да В Москве в этом плане Гораздо проще Потому что Практически каждый человек Знает что он хочет Ну то есть да Если ты не знаешь что ты хочешь Ты скорее всего Скоро уедешь обратно к себе домой Да Раньше была статистика Что в Москву каждый день Приезжает миллион человек И миллион уезжает обратно Ну то есть вот Одни приехали Другие уехали Я думаю что есть города Есть места Где люди живут И у них есть какая-то Определенная цель в жизни Наверное То есть кому-то Оттуда надо выехать Кому-то наоборот Туда надо приехать И вот я думаю что это Какой-то вот Ну не знаю Не знаю Вот что-то Дауншифтингом занимаются единицы А покорять Москву Приезжают реально миллионы Они же в сказке какой-то находятся Они думают что приедутся И здесь будет все легко Они же сериалы смотрят Они же кино смотрят Им же кажется что они Москву приехали И перед ними дверь открылась И все встретили Ха-ха-ха У меня бабушка моей жены Говорит Сколько-сколько ты зарабатываешь А что так мало Вы же в Москве живете У вас там от 200 тысяч Зарплата же должна быть У них такие представления О нас Стив Джобс Естественно мы говорим Призвание Не могли его не процитировать Если вы еще не нашли Своего дела Ищите Не останавливайтесь Как это бывает Со всеми сердечными делами Вы узнаете Когда найдете И как любые хорошие отношения Они становятся лучше И лучше с годами Поэтому ищите Пока не найдете Не останавливайтесь Согласен полностью Ну со Стивом Джобсом Нельзя не соглашаться Можно Можно Соглашаться Даже нужно Не соглашаться Есть у него много противоречий Но я согласен в этом плане Что надо искать И Ну мысль какая Что пока человек не знал Что можно жить лучше Он живет так как он есть Он счастлив Да вот здесь наверное Как мы и говорили уже Да что не все призваны быть Какими-то я не знаю там Но мне не нравится Слово выдающаяся Допустим да личность Вот Израиль да Вот что интересно Отличает Военного Вернее солдата Израиля да Национальной армии И российского Вот допустим В России есть такая история Да вот Могила неизвестного солдата И мы как бы Отчасти этим гордимся То есть у нас есть такая могила В Израиле для них шок Как они могли сделать Могилу неизвестного солдата Как они не могли найти Имя человека Который отдал жизнь За их страну Они не позволят себе Потому что они хотят раскопать Это первое Второе у них нет разницы Между могилами Могила генерала И могила солдата Одинаковые Они говорят И тот и другой Отдал жизнь за нашу страну И мне так нравится Эта идеология А мы иногда Как бы вот Ну то есть Что значит Допустим да Вот люди говорят Вот высшее призвание Там Маргарет Тэтчер Да она сказала Мы не должны рожать детей И мыть посуду Мы рождены Для более высокой цели Ну как это ерунда Почему потому что Ну вот моя жена Допустим да Она занимается детьми Да то есть Есть у нее несколько разных работ Которых она делает Да Но мне кажется Самое лучшее Это воспитывать детей Ну то есть Что может быть лучше Потому что Если ты их правильно воспитаешь Они Ну правильно я имею ввиду Да вот мы Как бы исключаем разные Там противоречия Да Они смогут дальше строить Свою семью Допустим вот наш ребенок Да старше Ему сегодня 17 лет Я смотрю как он поступает В жизни Я так не поступал В его возрасте Потому что я не был Правильно научен И получается мы Последние 17-20 лет Прожили это не зря То есть Мы воспитали здорового человека Для общества И он дальше может пойти Мы когда цитировали Сегодня здесь пастора Мацуллу Да Он в восьмом поколении верующий Он некоторые решения принимает Как будто он космонавт Ну то есть Вот реально То есть он говорит вещи Которые мы думаем Ну Мацулла Но здесь уже можно было Подумать плохо Вот здесь уже можно было бы Назвать вещи своими именами А он это все по-другому Почему Потому что он в восьмом поколении Воспитан по-другому Вот сама по себе ответ Да Ну к вопросу о домохозяйках Да То есть господин Ульянов По кличке Ленин Да То есть говорил Что любая кухарка Да Может управлять Так что тут еще Под вопросом Сегодня пишут ЕГЭ Поэтому если отбросить Весь романтический налет Который мы нагнали Как поступить конкретно Молодому человеку Который вот выйдет сегодня Ну узнать что написал Нормально Все Можно поступать Вот как ему понять Он не знает вообще Что делать-то в жизни Я всегда предлагаю молодежи Сделать следующее Попробуй много разных сфер Допустим Да Вот мой сын сегодня тоже Который заканчивает школу Да и будет поступать У него есть по крайней мере Сейчас три Куда он хочет поступить То есть вот он пробовал Пробовал все Ты знаешь Он и музыкой занимался И тем и другим И продавал И там что-то продвигал И какие-то разные Другие вещи делал Но и несколько раз Уже стал проповедовать Я думаю Кто его приглашает В 16 лет проповедовать Кому интересно Ну задумываюсь Думаю Куда там поехал Там Но он попробовал Много всего Допустим У нас есть две девочки Да маленькие Лиза и Софа Они занимались фигурным катанием В этом году они занимались танцами В конце танцев Они решили Что одна танцует Другая будет рисовать То есть мы стараемся Чтобы они попробовали Много всего И вот поняли К чему у них есть Потому что Когда они приехали На фигурное катание Они катались так И смотрели Старшая из них Смотрела только на красивые платья И когда заканчивался урок Она говорила Папа пойдем в магазин Я говорю Зачем платье покупать То есть ей не надо было Фигурное катание Ей нужно было платье И мы поняли Что они не фигуристки Ну то есть Это не их история Мы потихонечку Оттуда взяли Повели их в другое место И вот так мы стараемся Ну попробовать Я стараюсь молодежи Когда они находятся Например в церковной сфере Там есть много всего Что они могут делать Я говорю Пробуйте Это, это, это Потому что вам В принципе платить за это не надо Но вы можете понять А это я могу делать Или это я могу делать Или это я могу делать И потом ты уже можешь пойти Ошибка Когда человек поступает в ВУЗ И не понимает Зачем он туда поступает Но ВУЗ-то один Я понимаю Что сейчас можно подать документы в пять Но наступит там какое-то 20 число Да, там 20 какой-то июля И тебе нужно выбрать один Я предлагаю Потому что допустим То же самое Игорь Да, у него уже есть Какая-то срок давности Да, то есть Если ты не понял В этом году Куда тебе нужно учиться Вообще не идти Попробуй много разных курсов Попробуй разных то другое Ты год потеряешь Как бы, да Но так ты потерял бы пять И потом бы ты думал А что нужно дальше делать То есть, да Это вообще жесткий сейчас совет От Алексея Романова Просто Это может быть Ну а зачем поступать куда-то Ну родители Я с родителями когда разговариваю Допустим, да У меня есть там целая куча историй разных Они говорят Ты должен поступить Он говорит Я не знаю куда Им не важно куда Главное, чтобы ты поступил Потому что вроде как Лишь бы ты не поступил в армию Ну вроде как принято, да Что ну надо, надо Ну надо Так устроен И вот из-за этого беда Вот это вот давление-то и есть, да То есть, мы К сожалению, нам часа не хватило Чтобы разобраться Многие родители, например Они вообще стараются Реализовать себя в детях То есть, они заставляют детей Делать то, что они сами бы хотели делать А вот хотя Дайте с этим согласимся То есть, господа, да Дамы и господа Призвание Это персональное дело Это сугубо личное То есть, не надо себя Вот туда проецировать дальше То есть, ваш шанс Вы уже использовали А может быть, еще и нет, да Сегодня все так вспоминают Активно на фейсбуке Полковника Сандерса Который уже там Под 70 лет Основал свои знаменитые курочки Кентуктийские, да У нас мало времени Несколько слов про библейские курсы Которые будут в слове жизни Ну вот, если мы говорим Про жизненные какие-то вещи, допустим У меня такая есть идеология Допустим, если мы говорим Про верующих людей Про христианских людей Все-таки призвание Мне кажется, она больше Христианская тема Чем вот светская Потому что призвание Когда люди светские Как бы находят его Понимают Что-то делают Оно все равно как-то связано С тем, чтобы помогать обществу Это слишком такая Христианская идея, наверное Если можно было бы сказать И я часто с людьми разговариваю Говорю, вот прежде чем Ты вот, допустим, был в садике Потом пошел в школу Получается, ты подготовительный К школе, школа Ты учился там 12-13 лет По разным причинам И это все светское образование Где тебе говорили Это, 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 это Я говорю, тебе необходимо Хотя бы взять один год Чтобы сбалансировать И услышать А что же Бог хочет На самом деле от твоей жизни Потому что ты можешь желать одно Допустим, да, вот с Ионой Он хотел одного Бог хотел другой от него Моисей хотел одного Бог его в другую сторону послал И мы видим, что на протяжении Всей библейской истории Были люди, которые думали Что они должны делать вот это Но Бог их брал И разворачивал в другую сторону Поэтому я всегда рекомендую Молодежи, которые заканчивают школу Или не знают, что они хотят делать Пойти и получить короткое Библейское образование Которое бы Начальное библейское образование Которое могло бы помочь им Сориентироваться А что они хотят делать в своей жизни И если касаемся молодых христиан Сегодня так много людей Допустим, я думаю, что Если молодежь нас сейчас слушает И первый телефонный звонок Который был у нас сюда Некоторые из них Они вообще не поняли ни одного слова Потому что они думают Мы сейчас про новую часть Ласильных колец говорили Или что мы сейчас обсуждали И вот начальное библейское образование Необходимо для того, чтобы Ну, как научиться Или быть христианином Потому что в обществе Происходит разных много вещей И вот тебе сохранить Христианский стандарт Необходимо иметь и понимать Знание Библии Знать Бога маленько Больше, чем вот просто Быть на собрании воскресения И тогда как это проходит у вас? У нас проходит это С сентября по май Есть целый курс Это происходит утром С 8.30 до 12 Три урока Пять дней в неделю В общем, таким вот образом И где узнать информацию? Я вижу, да, у нас минута осталась 3w.volrus.org Окей Первое послание Петра Вторая глава Двадцать первый стих Ибо вы к тому призваны Потому что и Христос Пострадал за вас Оставив нам пример Дабы мы шли По следам его Вот наше призвание Еще апостолы Павла Процитирую Послание Колосиным Третья глава Четырнадцатый стих Более всего Облекитесь в любовь В которой есть совокупность Совершенства и доволожения